Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале Gadgetmania. Не так давно я пересел с Macbook на, скажем так, Windows компьютер и задался целью, как и все, в принципе, видеоблогеры. Блогеры, как же все-таки записывается? Я знаю какие-то программы, которые записывают звук на macOS и, соответственно, в первый раз столкнулся найти что-либо более-менее вменяемое для Windows системы, для того, чтобы писать видео с экрана. Конечно же, все пользуются бандикамом, больше, в принципе, пользоваться как бы нечем. Все, как всегда, качают крякнутые версии, не привыкли у нас в стране платить за контент. Но столкнулись с такой проблемой. Настройки. Конечно же... Так, секундочку. Да, давайте откроем. Настройки. У нас старый клиент этой самой программы. В общем, как сделать настройки, как выставить настройки, для того, чтобы у вас не было шума, потому что вчера я задался целью. Начал писать, пробовать писать, тестировать видео и идет какой-то посторонний шум, который на самом деле очень-очень сильно напрягает. Такой, знаете... В общем, посторонние шумы на заднем фоне. Итак, мы открываем клиента бандикама, идем в настройки, видим в графу видео, потому что в интернете, в ютюбе какие-то невнятные голоса с совсем тихим голосом говорят. Немножко не о том, о чем хотелось бы услышать. В общем, открываем настройки видео, настройки. И здесь вы видите графу звук. Во-первых, ставим, конечно же, галочку запись звука. Она должна обязательно быть для того, чтобы ваш звук вместе писался вместе с видео рядом. Дальше. Основное устройство – это именно то, с чего будет компьютер и программа, соответственно, забирать ваш голос. То есть то, что вы говорите во время записи видео с экрана. В нашем случае это микрофон с поддержкой High Definition. То есть, ну, обычный такой петличный микрофон, встроенный в джек 3.5 на корпусе самого компьютера, ноутбука в частности. Дополнительное устройство можно воткнуть в аудиокарту, можно еще пару микрофончиков каких-то там сообразить. Но поигрались с настройками, искали, сами искали сделать так, чтобы не было этого постороннего шипения на заднем фоне. И пришли к следующему, скажем так, к следующему пониманию. Надо пройти в настройки. Вы здесь увидите, то есть вместе со мной сейчас видите вот такую вот штуку. Вот я говорю, соответственно, звук отображается эквалайзером вот в этом микрофоне. Зеленая галочка говорит о том, что этот микрофон активен, он подключен. Нажимаем на него левой кнопкой мыши, дальше в свойства. Здесь открывается следующий параметр. Давайте в сторонку вот так вот сделаем. Игрались, наверное, часа полтора с настройками и поняли, что надо делать все в уровне. Я просто делаю так, показываю вам так, как сделал я, для того, чтобы у нас более-менее получился внятный звук без постороннего шипения. Открываем вкладку уровни. И тут мы видим две позиции, микрофон и усиление микрофона. Усиление микрофона для того, чтобы, скажем так, четче громче писался звук, мы выкрутили до плюс 36 дБ. А вот сам микрофон, поиграя с настройками, опять же, мы поставили на уровне 60. И сейчас вы слышите, в принципе, совсем-совсем хороший качественный звук. Конечно же, друзья, все это зависит от вашего микрофона. У нас есть микрофоны-петлички китайского происхождения. У нас есть микрофон, на который пишется сейчас. Он немножко подороже, как бы, стоит, если его покупать отдельно. Но, конечно же, если вы хотите писать качественный звук, то мы будем, например, дальше настраивать с помощью звуковой карты, подсенять звуковую карту и уже оттуда, чтобы она забирала звук. Но проблема в том, что стоит Windows 10, хорошая звуковая карта Xonar U7, но она почему-то не устанавливает драйвера и не видит, не определяет устройство. Но это уже тема совсем отдельного ролика. В общем, друзья, проходите в настройки звука в самом бандикаме. В дополнительном устройстве не применяйте никаких устройств. Здесь выбирайте микрофон, тот, который вас воткнут именно в систему, именно в 3,5 джек, вернее, в компьютере. Дальше идем в настройки, дальше в микрофон, в свойства, и мы получаем уровни. Уровень ставьте, чтобы он не был 100, а он был там меньше 80, там 75, ну вот поставили 60. А это выкручивайте по своему желанию, потестируйте. В общем, как-то так. Вот такой вот короткий ролик, потому что ничего более-менее внятного я не нашел. Как убрать шумы при записи звука в бандикаме. Всем большое спасибо, подписывайтесь на канал. Всех с новогодними праздниками. Новый 2016 год наступил. Впереди очень много интересных видео, новых рубрик и так далее. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пользуйтесь нашим сервисом Gadgetmania.ru. Gadgetmania.ru место, где мы воедино собрали все скидки, купоны, промо-акции. И те, кто еще до сих пор не пользуется данным сервисом, очень много, в принципе, не сэкономил на покупках в интернете. Совсем скоро увидимся, всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok